В юбилейный год у Нижнего Тагила появится ещё один город по братьям. Сегодня в режиме видеоконференции состоялось общение главы города Нижний Тагил Владислава Пинаева и Александра Студнева, председателя исполкома города Бобруйска Республики Беларусь. Руководители муниципалитета в формате презентации рассказали о своих территориях. Население города 350 тысяч человек. Вот у нас работают ряд предприятий. Мы, по сути дела, промышленное сердце Среднего Урала. Гордимся этим званием. В любом случае мы с вами встретимся и у вас, и у нас. И будет возможность показать и музеи, показать и работу предприятия. Я уверен, что будет чем вас удивить. Бобруйс – седьмой по величине город Беларуси. Он знаменит промышленным кластером Белшина, хорошо известным российским автовладельцем. Кондитерской фабрикой «Красный пищевик» – это второй по объёму производитель зефирно-мармеладной продукции в странах СНГ. Есть в этом городе и ряд машиностроительных предприятий, экспортирующих сельхозтехнику. А ещё у Бобруйска богатая история. В этом году ему исполнится 635 лет. Александр Студнев пригласил тагильскую делегацию на предстоящий праздник. У нас, кстати говоря, в этом году будет в августе месяце, с 12 по 14 августа будем праздновать. Нашему городу будет 300 лет. Как бы то ни было, я также в свою очередь заранее приглашаю вас, коллег, делегацию Бобруйска, всех, кто захотел бы посмотреть наш город, приехать, посмотреть, покажем, встретим, ровно как его мы встречать умеем. Приглашение белорусских коллег приехать в Бобруйск на юбилей Владислав Пинаев с радостью принял. Там и планирует подписать соглашение о побратимстве. «Наметим мероприятие, чтобы это было не пустое соглашение. Я уверен, что такого не будет. Это действительно будет деловой обмен. Продолжим вот такой культурный обмен в сфере культуры, физкультуры. В экономике, конечно, посложнее. Почему? Потому что у нас все предприятия частные». В ходе видеоконференции руководитель Бобруйска Александр Студнев подчеркнул, что с инициативой дружественных связей выступил его город. Муниципалитеты очень близки как по инфраструктуре, так и по общему вектору развития. Продолжение следует...